Приветствую вас, значит смотрите, по смыслу вашего вопроса я предполагаю, что вы хотели задать его в раздел эзотерики, потому что у вас есть здесь даты, у вас есть здесь такой запрос, значит, как бы чего ждать. Но психологи, они не говорят о том, чего ждать. Психологи, они, как правило, только лишь анализируют ситуацию и проводя анализ ситуации, мы уже даем какие-то рекомендации, рекомендации по факту. То, что пишете вы, да, ну, на мой взгляд, не является достаточным анализом для именно психологической работы. Вот. К сожалению. Вот. Ну, а поскольку свой вопрос вы задаете в раздел психологии, то, соответственно, я вам отвечу на него. Вот. И попробую, значит, проанализировать то, что вы написали. Значит, во-первых, если отвечать сразу на ваш вопрос, да, то с девушкой вас будет ждать выполнения ею своих предписаний, да, то есть, вот как она сказала, что, ну, уже общаясь с другим, вот как она сказала, так, скорее всего, и будет. То есть, если вы не наладите с ней контакт, если вы не найдете способа с ней общаться, ну вот, как-то так, чтобы ей было хорошо, чтобы ей было комфортно, чтобы она не испытывала какого-то давления с вашей стороны. Вот. Если вы сможете общаться с ней так, то я полагаю, что для вас еще не не все потеряно весьма. То есть, вы сможете с ней и связь наладить, и сблизиться, возможно. То есть, все это вполне вам по силам. Главное, чтобы вы нашли, нашли вот этот вот, так, контакт, эту ниточку, вот, чтобы вы увидели его, эту ниточку, и чтобы вы смогли адекватно этим воспользоваться. Даже, значит, отдельным пунктом я бы хотел, чтобы вы прояснили, из-за чего вы ссорились с твоей девочкой. То есть, ну, почему были ссоры? Это первое. Второе. Из-за чего была ее ревность? То есть, насколько, ну, насколько, грубо говоря, ее ревность, скажем так, была обоснована. Да? Вот. Далее, вы пишете, что у вас были ссоры из-за недопонимания. То есть, ну, вот, вы ссорились с ней именно из-за того, что между вами были какие-то нотки, значит, ну, нотки различий. Да? Получается. Но, на мой взгляд, важно, чтобы вы постарались понять, из-за чего так, то есть, почему вы не понимали друг друга. Что мешало? Что мешало? Что или кто мешал вам друг друга понять? Это вот, на мой взгляд, то, что вам нужно определить. Далее, вы пишете о том, что ссорились со своей девочкой, начинали ее игнорировать. Это тоже очень важный момент. Почему? Почему вы игнорируете свою девушку? Что заставляло вас это делать? Что заставляло? Она заставляла вас ее игнорировать. По какой причине вы это делали? То есть, ну, очевидно, что что-то вас заставляло это делать. Очевидно. Я хотел бы понять, что именно. То есть, что именно заставляло вас ее игнорировать. И как, по вашему мнению, девушка, ну, должна была реагировать на это? На то, что вы ее игнорируете? Вот. Далее. Значит, вы пишете, что она попросила вас, ну, какое-то время побыть друг другу, да? То есть, один-два месяца с обыденным месяцем. Вы за ней бегали. На мой взгляд, здесь тоже очень важен вопрос. Почему? 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 Почему вы за ней бегали? Ага. На то, что она вам сказала, на то, что она попросила вас, чтобы вы ее, ну, если я правильно понял, чтобы вы ее оставили, пока что, значит, ну, чтобы вы оставили ее одну. То есть, вот, на мой взгляд, это не очень понятно. То есть, что заставило вас это сделать? Для чего вы бегали за ней? Зачем вы это делали? С какой целью, чего вы хотели? Этим, может быть, доказать? Или, ну, доказать, вы хотели это ей, и вы доказывали, или вы доказывали себе что-то. Понимали ли, понимаете, и понимали ли вы, что, как бы, о девушке в этот момент вы не думали? Вот. А думали в этот момент, скорее, вы больше о себе. И здесь, на секундочку, я понимаю вас, да, то есть, я не осуждаю ни в коем случае вас. Я просто хотел бы, чтобы вы увидели, что вами, ну, что-то движет. Что вами, что-то направляет на вот такую модель поведения. И такая модель поведения, да, она, к сожалению, далеко не всегда работает идеально. И либо вы постараетесь это понять и, в принципе, принять, либо вы рискуете, ну, действительно, как-то вот девушку от себя обратить еще больше. Вот. Чего, я уверен, вы не хотели. Натемление это вполне может случиться. Если вы, ну, не будете ничего делать, если вы не обратите внимание на, как бы, ну, на нее саму. То есть, если вы не будете думать о ней, вы будете руководствоваться только собой. Вот. Это, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет, к сожалению. Вот. Поэтому, поэтому, я полагаю, что ответ на ваш вопрос, чего ждать, можно дать именно такой. Да. То есть, если вы не измените свой модель поведения, если вы ничего не поменяете, то девушка действительно будет общаться с тем, с кем ей комфорт. Вот. Если вы не определите для себя причины, по которым вы, вообще, так, по которым вы сами вступали с ней в ссоры, если вы сами не определите причины этого, причины, по которым вы ее игнорили и причины, по которым вы за ней бегали. Вот. То я полагаю, что девушку вы рискуете потерять. Вот. Также, очень важный момент заключается в том, что вы не написали абсолютно обстоятельства, с которыми начались частые ссоры. А оно важно для психолога, по крайней мере. Поэтому, если хотите во всем разобраться, то вот эти все моменты соберите воедино, структурируйте и на консультацию с психологом для анализа и корректировки поведения. Если хотите девушку вернуть свою. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова